Переходим к следующему докладу. Так, следующий доклад об отношениях Зана Базаров с Далай Ламой Пятым и Панчел Ламой Четвертым на основе визуальных и письменных источников. Автор докладчик Сурун Ханда Дашинимаевна Сыртыпова. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое за такую прекрасную возможность за короткий срок узнать столько нового, интересного и просто пополнить свою копилку. Предыдущие докладчики уже сделали подводку к моему следующему сообщению. Как раз он будет связан с Зана Базаром Багдагагеном Первым. И спасибо большое, что уже как бы все подведено к тому, чтобы немножко о нем сказать. Ну, поскольку название доклада звучит как отношение, но все-таки я бы хотела оговориться, что прежде всего вопрос об отношениях Зана Базара со своими учителями тибетскими, Панчин Ламой-Четвертым и Далай Ламой-Пятым, возник исключительно как побочный материал, возникший в ходе исследования по определению художественного наследия ондер ГГ на Зана Базара. И поэтому я оставляю абсолютно не затрагивая политические вопросы и обращу внимание исключительно на тот эмоциональный фон, который дают работы Зана Базара, которые позволяют поймать вот этот солнечный зайчик, который невозможно передать ни в каких, наверное, письменных, архивных и других материалах, но только искусство талантливейшего художника такого уровня, как Зана Базар, может нам вот это помочь прикоснуться к этому. Ну вот письменные источники в основном это были, конечно, монгольские жизнеописания Ундер ГГ на Зана Базара и на тибетском языке его жизнеописание, которое написано ближайшим его учеником Зайпандитой Халхаским. Ну и, конечно же, материалы его Сумбума, намторы других авторов, написанных о Дзана Базаре, исторические произведения монгольских авторов, как «Золотая тетрадь за водом Дина», «Эрдынин Эрихи Галдана», «История Эрдыны Цзу», вот очень интересный такой очерк Эрдыны Пелла, автобиография Далай-Ламы Пятого, ну и вот политическая история Шакаппы, тибетского ученого. Как свидетельствуют письменные источники, вот этот мальчик удивительный из высокородной семьи Тушеттахана Гамбажава проявлял такие странные качества, необычные, и поэтому был послан запрос в Тибет к Далай-Ламе, как утверждают монгольские источники, и в результате был ответ от Далай-Ламы, что мальчик родился следующим, следующее воплощение тибетского ученого Гунганим Бутранадхи, который был главой школы Джананг и как раз умер за год до рождения мальчика. В 1640 году считается, что Далай-Ламы Пятый признал его, хотя в автобиографии этих сведений нет, но есть сведения о том, что приходили послы из Тибета, как раз из Монголии, из халхазской делегации. В 1649 году юный Багдагэгэн едет в Тибет с целью получить буддийское образование в одном из монастырей Глупа, и он становится учеником Панчин-Ламы IV Лапсанчо Кигилцена. Но, тем не менее, за очень короткий срок обучения, видимо, Панчин-Лама решил, что этого достаточно, и он советует Дзеннабазеру вернуться на родину, построить монастырь в горах и заниматься распространением дхармы, просвещением и обучением своего народа. И предсказал ему, что наибольшую реализацию он получит именно при выборе такого пути, что это гораздо лучше, чем он останется на десятилетие сидеть в Тибетском монастыре. Дзеннабазер следует наказа учителя. Зимой в 1651 году возвращается в Халху. В 1654 году он закладывает монастырский комплекс Ревогажи Ганденлин в горах Хэнтея. Этот монастырь известен нам как Сардагин Хит. Недавно его раскапывали археологи, Института истории и археологии Академии наук Монголии. Ну и вот его история, эволюция, кочевая такая жизнь в конце концов привела к этому месту на берегу реки Толы, где и существует нини столицы Монголии Улан-Батор. За время пребывания в Тибете Дзеннабазер получил множество посвящений разного уровня в тексте и практике Вазжраяны от тибетских учителя, особенно от Панчин-Ламы IV и Далай-Ламы V, решил паломничество по святым местам, важнейшим монастырям и храмам Тибета. В жизнеописаниях Дзеннабазер говорится, что он создавал портреты своих учителей, и выявленные артефакты подтверждают эти показания. Среди его работ есть изображение иерархов, и вот его учителей. И прежде всего, портрет Панчин-Ламы IV, в наибольшем количестве он обнаруживается. Его портреты, созданные с индивидуальными портретными чертами, отражают не просто почитание Дзеннабазером своего учителя, но благодаря искусности мастера мы можем ощутить теплоту и духовную близость их взаимоотношений, вот чего нельзя сказать об отношениях с Далай-Ламой. Панчин-Лама IV, Лапсанчи Кигилцен, чрезвычайно важный буддийский ученый и гуру своего времени. Он был настоятелем крупнейших монастырских университетов Тибета, резидентом монастыря Ташилхун-По, великим мастером Ваджаяны, автором очень многих текстов, которые до сегодняшнего дня практикуют монахи Галукпа и в Монголии, и в Бурятии, и в Туве, и в Калмыкии, конечно. Он стал коренным учителем для очень многих важнейших исторических лиц, политических деятелей своего времени. Он был учителем и для Далай-Ламы Янтангьецо, для IV Далай-Ламы и для V Ангавангьецо, для Тулкуда Бахгилцена, история которого очень неоднозначна, для самого Дзенабазара, конечно, для Зайпандиты Айратского, для Зайпандиты Халхасского, для воинственного Галданбашопту, который очень много натворил дел в свое время. Титул Панчи-Ламы был дан ему Далай-Ламой V, как признание его заслуг великого наставника. А линия воплощения его восходит к Кеджук-Дже, к одному из ближайших учеников Цанкапы, и он был четвертым в линии после Кеджук-Дже, признан постфактум, вот уже во времена Далай-Ламы V, поэтому о нем иногда говорят, что он, ну, иногда пишется как первый Панчи-Лама. Лапсен-Чайки Гилцен имел очень большое религиозное влияние в Монголии еще до того, как Далай-Лама V получил всю полноту политической власти. Он наладил хорошее отношение с монголами, манджурами, способствовал процветанию традиций Галук, оказывал большое влияние на Гуши Хана, известного правителя Хашутов, для распространения традиций Галукпа монголов. И таким образом он заложил основу политического успеха Далай-Ламы V. Но для Дзен-Абазера Панчен-Лама был исключительно духовным учителем, и в жизнеописаниях Ун-Дургагена встречаются эпизоды, которые характеризуют особенное отношение к Панчен-Ламе. Например, говорится, что в 1155 году Дзен-Абазер тайно посетил Центральный Тибет, совершил подношение пространный ритуал укрепления стоп учителя Панчен-Ирдэми. Панчен-Лама даровал ему большую серию учений Абхишику Ямантаке, наставления по иконографическому своду Нартан-Джица, сочинить Занхапы Ламрим, Жидрим Ямантаке, Гуру Панчашику и посвящение многих других божеств. Об этом пишет Зайпандита, непосредственно его ученик и современник. Затем он посещает монастырь Дрипунг, получает множество учений от Далай-Ламы, относящиеся к традиции Кадам, а в 1656 году благополучно возвращается на родину. Красочная история этого визита Ун-Дургагена, вот этого его второго визита, излагается в легендах, имеющих очень широкохождение в народе. Дзеннабазар, получив весть о кончине драгоценного учителя, совершает специальный ритуал на горе Шибегету. И группа в семь человек в сопровождении лишь самых ближайших его товарищей простчайшим путем за семь дней из Халхи достигает Тибета. Скорость астрономическая по тем временам. Говорят, что многие видели, как семеро всадников превращались в птиц. В переводах чаще пишут, что это турпаны, но ангершуву или ламшуву – это вообще огарь. За его расцветку, присутствие оранжевой расцветки, их называют монголы птицами-ламами. Так вот, видели эти семь птиц, летящих в сторону Тибета. Когда они прибыли, оказалось, что монгольскому Багдагагену не оставили его долю рушьяной от последнего благословения учителя. А надо сказать, что это чрезвычайно значимый момент уход учителя. И передача благословения, последнего наставления, оно просто всегда имеет чрезвычайно важное значение для учеников. И вот Ценнабазар глубоко оскорблен, что ему, как одному из ближайших учеников Ценнабазара Багдагагена, не оставили его долю. И он трижды подносит мандалу, уже ушедшему учителю. И Панчен-лама, случается чудо, Панчен-лама возвращается к жизни и преподает много сокровенных наставлений преданному и настойчивому ученику. После этого говорится, что Панчен-лама прожил в Тибете еще много лет. Он на самом деле умер в 1662 году в возрасте 93 лет. Ну и вот визуальный материал, который удается обнаруживать среди предметов, изготовленных Ценнабазаром, есть портреты. Один из них удалось обнаружить на семейном алтаре в монгольской семье, в монгольской юрте во время полевых исследований. Ну, значит, вот первый портрет, я вам рассказала о нем, что он находился в юрте, да, мы его совершенно неожиданно обнаружили во время полевых работ. Это латунный портрет высотой 17 сантиметров, литой, позолоченный. Лама изображен в традиционном одеянии тибетского монаха, сидит в аджерной позе, правой рукой касается земли хумиспаша мудра, левой рукой в тхьяне мудрый держит патру, чашу для подаяния, пьедестал в виде сдвоенного лотоса, перетянутого нитью, имеет характерные для работ Ценнабазары лепестки в форме чешуек кедровой шишки. Панчин лама узнаваем по специфической вытянутой форме черепа с треугольным выступом на макушке и выдающимся затылком. Продолговатое лицо с заостренным подбородком, высоким орлиным носом, очень фактурные удлиненные уши, легкая мягкая улыбка, как у всех божецинабазара. Скульптура, очевидно, была создана уже после ухода из жизни Панчин ламы. Об этом говорит тип изображения. Он изображен в иконографии Буддашик Ямуни в Нирмана Кая, достигшей просветления. Он выглядит молодым человеком, так как вышел за пределы старения и физической смерти. Второй портрет находится в частном владении Николаса Шмидта в Великобритании. Он был опубликован в альбоме «Портреты мастеров», куда вошли два портрета Панчин ламы IV. Они опубликованы с датировкой XVII века, но без указания автора. Одна из скульптур, несомненно, является работой Зонабазера. Она довольно большая, тоже отлита из медного сплава, из двух частей, позолочена. 27,5 см высотой и 22,5 см ширина постамента. Панчин ламы изображен в монашеском одеянии с традиционной тибетской безрукавкой под тречеварой, без головного убора. Он сидит в ажирной позе с укрытыми ногами гуптасана. Правая рука опущена у колена вниз, в жести похожем на пхумискапаршем мудру, однако пальцы его не достают поверхности трона, а остаются на складках одеяния. Левая рука лежит на коленях, в жести содержания тхьяна мудры, в жести созерцания. На плечах накинута мантия, прикрывающая руки до локтей, и ноги, укутывающие колени. Складки у ворота мантии драпируют ткань так, что ее волны и линии осязаемо передают плотность и толщину мантии. Просторный круглый пьедестал состоит из двойных лотосов, нижняя часть с нисходящими, с двойными лепестками, верхняя с восходящими, с двойными, и верхний край постамента окантован так называемой жемчужной нитью. Скрытые ноги говорят о том, что портрет был прижизненным, и определенно художник, создавший портрет с такой тонкостью, передав его индивидуальные черты, был хорошо знаком с портретируемым. Он вложил в свое творение очень трогательное личностное отношение, изображение полно искрящегося света, доброты, мудрости, некоторого лукавства, почти домашнего уюта. Вот он выглядит, как выглядел бы, наверное, родной дед в изображении Циннабазера. В худощавом лице учителя переданы индивидуальные особенности, крупный крючковатый нос, высокие скулы, смеющиеся глаза, фактурный рот, очень крупные буддийские уши такой изящной и сообразной формы, и своеобразная острая макушка с пирамидальным выступом головы. Циннабазер настолько своеобразно лепил спины ламп, покрытые мантией, это можно видеть по его автопортрету, которые хранятся в Монголии, что прочие его скульптуры узнаваемы даже с заднего ракурса. Несравненный почерк художника выдают специфическая лепка защипов мантии, мягкие волны одеяния и пластическое решение спины ламы, слегка оседающие книзу от длительного сидения в одной позе. Очень специфична форма лотосов с лепестками в виде чешуек кедрового семенника. Ну и отметим также круговую обработку скульптуры, свойственную всем работам Циннабазера, в отличие от непальской линдийской традиции, которые обычно не очень обращают внимание на заднюю часть скульптуры. Еще одна особенность произведения Циннабазера – это тонкая ирония, его способность шутить в совершенно неожиданных сюжетах. В большом портрете Панчелломы, вот тот, что в Великобритании находится, очень любопытно изображена правая рука. Это неканоническое решение, когда кончики пальцев в жесте, похожем на жест Будды, призывающий свидетелей землю о своем просветлении, все же не достигают земли, остаются чуть выше, чем требуют правила иконографии. Предполагать ошибку мастера при том мастерстве, как вылеплена вся композиция, исключено. Это намеренное, очень смелое пластическое решение. Шутка, позволительная, лишь по отношению к очень близкому человеку, лишенному мании величия, который воспримет это правильно. На самом деле, вот современники пишут о Панчелломе, что он был чрезвычайно скромным человеком. Едва ли тибетский ремесленник мог столь своевольно трактовать образ почтенного, уже пожилого ламы. Дзенабазар же, талантливый юный принц из вольнолюбивой страны, вероятно, вполне мог так поступить, учитывая в целом его очень ироничный ум и веселый характер. Он и себя-то изображал не традиционно, а с куском баранины. Что уж говорить об учителе. Он мог себе позволить такую шутку. Скульптура была изготовлена, вероятно, в 1650 году или в 1555, то есть тогда во время его пребывания в Тибете. Панчен-Ламе в это время было 80 или 85 лет, а Дзенабазару, соответственно, 15 или 20 лет. Но вероятнее всего, что все-таки в 1955 году. Еще одно изображение Панчен-Ламы было показано на выставке в Нью-Йорке. Организована она была галереей Росси матери и сына Роси-Роси. Буддийская скульптура школы Дзенабазара называлась эта выставка. И вот здесь попала тоже работа школы Дзенабазара. Здесь Панчен-Лама изображен сидящим в аджерной позе со скрытыми ногами, в полном ламском одеянии, тоже в мантии. И в головном уборе, в головном специфический, вот Панчен-Ламский головной убор с очень высокой тульей, высокой и широкой. Правая рука у него поднята на уровне сердца в жести проповеди Витарка Мурда, а в левой руке он держит чашу для подаяния. Ну вот послетейная обработка, видимо, выполнялась учениками, но рука мастера узнаваема в неповторимой моделировке лица, в этой легкой Дзенабазарской улыбке, очень тонком ощущении композиционного баланса. Панчен-Лама на этой скульптуре выседает на лотосе, словно бы рождаясь из него. Что касается портретов Далай-Ламы, скульптурных изображений обнаружить не удалось, но есть маленькие миниатюрки, помещенные на внутрь композиции других его танка. Например, танка на шоке, это изображение Авалакитэшвары в традиции Пхикшуни-Лакшми. Здесь он в стиле Нактан выполнена, работа была, и вот маленькая миниатюрка в верхней части танка изображена. И также на другой танка, это танка мандалы мандалы мандал-дакини в Аджаварахе. Здесь совершенно определенно, ну, там даже есть надпись маленькими буковками, что это Далай-Лама Лапсана-Аван-Гецо. И здесь вот несмотря на то, что это крошечное изображение, но конкретные вот совершенно индивидуальные черты лица, усики его, большие глаза изображены очень хорошо. Монгольские историографы пишут, что пятилетний Дзен-Абазар был признан воплощением Тарханатхи именно Далай-Ламой. Вот вчера уже говорилось о том, что для монголов было очень важно это признание перерожденцев, да, хутухт именно от Далай-Ламы. И это было подтверждено Панчин-Ламой в 1650 году перед тем, как он вернется на родину. Это зафиксировано в письменных источниках. Далай-Лам Дзен-Абазар воспримет это с большой ответственностью и он говорит, что в дальнейшем он будет поступать так, как если бы он действительно был Таранатхой. Сам факт запрета Далай-Ламой пятым деятельность школы Джананг, лидером, который был Таранатха, не предвещает таких однозначных отношений с Великим Пятым и той теплоты, с каким были отношения с Панчин-Ламой. Есть сведения, что монастырь Дрипунг, куда приехал учиться Дзен-Абазар, которым руководил Далай-Лама пятый, не хотел принимать поначалу Дзен-Абазара. Но только то, что Таранатха все-таки считался также воплощением Жамьян Чёгьяла или Жамьян Цорджи, как его монголы называют, одного из ближайших учеников Цанкапы, и именно он построил в свое время монастырь Дрипунг, поэтому Дзен-Абазар был в конце концов церемониально допущен в Дрипунг как воплощение вот того Ламы, который построил этот монастырь. Ну и в дальнейшем он уже получал полные буддийские учения от Далай-Ламы Лапсанг Манглицо. Несомненно, что эти отношения, оформившиеся в эту формулу Лама-ученик, которые возникли между Лапсанглицо и Жамьян-Тулку, имели далеко идущие последствия. Но заметим, что в своей автобиографической работе «Игра иллюзий» Далай-Лама V Дзен-Абазара если упоминать, то исключительно как Жамьян-Тулку, но никогда не вспоминает, что он также есть Тулку-Таранадхи. Ну и вот, как мы уже услышали от предыдущих докладчиков, похоже, что вот эта недоговоренность между этими двумя линиями Тулку, она шла из перерождения в перерождение и была наконец преодолена, решена в отношениях его святейши Далай-Ламы XIV и Багда-Гагена IX уже в наше время, когда у них установились личностные, дружественные отношения. Ну и вот я хотела вам показать портрет Далай-Ламы V, замечательная работа тибетская, но это не Далай-Ламы из частной коллекции Притскеров в Чикаго. Ну вот, у меня все, спасибо большое, прошу прощения, что мне так и не удалось показать. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Так, вопросов нет. Благодарю вас, Сурон, двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому